В Институте физиологии растений РАН в лабораторных условиях биологи научились выращивать лекарственные растения из отдельных клеток. Ведь многие виды лекарственных растений уже практически не встречаются в диком виде. Например, хорошо всем знакомые женьшень, солодка, золотой моралий корень. Культуру клеток можно получить из любого растения. И, в общем-то, это уникальная особенность растительного организма, потому что, например, из животных клеток, в общем-то, это удается с большим трудом. А вот из растений любая ткань может дать начало додифференцированным клеткам. Такие клетки не имеют специализации. Это значит, что они не обладают признаками отдельных органов или тканей, но они умеют быстро делиться. При этом каждая клетка содержит всю генетическую информацию о целом растении. В данном случае вот эта культура клеток получена, но она только-только начинается, из тисок, который растет в Никитском ботаническом саду, и его возраст 800 лет. Вот в данном случае культуру клеток получали мы из побегов с двумя-тремя хвоинками. И вот здесь уже можно видеть, что на вот таких побегах, на хвоинках, начинается вот такое вот деление клеток, и образуется вот такая вот структура, которая, собственно, и является самой-самой начальной, так называемой, первичной калусной культурой. На питательной среде клетки активно делятся, но этого недостаточно. Надо заставить еще и синтезировать их нужные вещества в максимальном количестве. Это очень непростая задача. Оказывается, что если вы все очень хорошо сделали, и если вам еще и повезло, то можно получить клетки, которые могут содержать даже больше нужных веществ, чем клетки интактного растения. Культуры-продуценты нужных веществ – большая ценность, поэтому очень важно их сохранить. Самый надежный способ – поместить их в криохранилище. В этом хранилище, это официально называется хранилище, как видите, здесь написано слово «азот», значит, оно предназначено для хранения биологических материалов в жидком азоде. Жидкий азот, вот он имеет температуру минус 196 градусов, и при такой температуре какие-либо процессы биохимии, старения семян, там, или еще что-то, фактически исключены. Полностью исключены. Поэтому хранение, возможно, вечное. Тем временем остальные клетки работают, но на твердой питательной среде выращивать их неудобно. Намного лучше клетки себя чувствуют в жидкой питательной среде. Клетки начинают жить вот в таком погруженной среде, и оказывается, что тут они чувствуют себя гораздо комфортнее, они интенсивнее растут. Они, конечно, преимущество такого суперзионного выращивания, то, что они очень эффективно поглощают питательные вещества. Ну, естественно, это связано с такими трудностями, что надо постоянно перемешивать для того, чтобы они ослабжали аэрацию, получали кислород. Чтобы получить большие объемы клеточных культур, нужны промышленные способы их выращивания, например, в специальных биореакторах. На конечной стадии выращивания культура поступает вот в такой биореактор промышленного объема. Общий объем этого биореактора составляет 630 литров, но, естественно, никто полностью не заполняет его. Уровень культуры поддерживается примерно на уровне 500 литров, это где-то вот так вот. Итог сложного процесса – готовая биомасса лекарственных растений. За 14 суток выращивания, это стандартный цикл, можно получить почти 15 килограммов сухой биомассы клеток. Природа тратит на этот процесс гораздо больше времени.